На связи Константин. Продолжаем изучать плагин Addictive Drums. В прошлом видео мы разобрали первые три вкладки. Сегодня переходим ко вкладке Edit. Здесь уже происходит более тонкая настройка самих инструментов. В этом видео разберем верхнюю часть. Здесь также можно выбирать любой из инструментов, которые у нас есть. В установке перенесем барабанный паттерн в проект, чтобы было проще работать. Наперед немного скажу, что в центре центральная полоса отвечает за обработку каналов в микшере. Микшер представлен в самом низу. В левой части расположены уровни микрофонов, оверхедов и комнаты. Помимо микрофонов, которые расположены непосредственно около инструментов, допустим, у бочки два микрофона, у малого барабана также два микрофона вверх-вниз, хай-хед, тома, у каждого есть по одному либо по два микрофона. И помимо этого есть еще оверхеды, которые расположены сверху всей барабанной установки, чтобы ловить звук всей установки за раз. И причем оверхедов два, чтобы получать стереосигнал. И таким образом немного склеивать вообще общее звучание барабанов. И также есть микрофоны комнатные, которые расположены на некотором расстоянии от барабанов. Они ловят, можно сказать так, что естественную реверберацию комнаты, в которой находится барабанная установка. Также можно здесь устанавливать расстояние, на котором находятся эти микрофоны. Но об этом чуть позже. Так вот, с помощью этих регуляторов можно управлять уровень, который попадает на те или иные микрофоны. То есть сколько бочки попадает на оверхеды, регулируется вот этим, этой ручкой. Вот эти все кнопки, они идентичны тем, что есть в этом окне. Кит, поэтому я еще раз в них останавливаться не буду. Засолируем бочку. И вот этой ручкой можно управлять, сколько бочки попадает в оверхеды. Замутируем комнату. И вообще, если понять, что бочка находится ближе к полу, а оверхеды сверху, то логично, что не так уж и много от бочки попадает в оверхеды. Но, тем не менее, этот уровень можно менять. И таким же образом регулируется уровень, который попадает в комнатные микрофоны. Так вообще в комнату ничто не попадает. Вот так попадает много. Такая получается бочка с реверберацией. И следует понимать, что вообще в этом разделе следует производить довольно такую тонкую настройку. И нужно понимать, что ты делаешь. Иначе можно сделать так, что барабаны будут звучать неестественно. То есть настройку производить в малом диапазоне. Ну и также можно изменять стерео базу тех же оверхедов и комнаты. С помощью вот этих регуляторов. То есть можно менять ширину. Вот сделать в моно, либо в стерео. И также панорамировать. Это панорамирование микрофонов оверхедов. Это панорамирование микрофонов комнаты. Самое актуальное для других инструментов. Для рабочего. Тут также присутствует реверберация. Можно ее отключить пока. Это абсолютно сухой сигнал рабочего. Добавляем его в комнату. Оверхеда. Звук получается такой более объемный и естественный. Таким образом можно все инструменты регулировать уровень посыла всех инструментов на микрофоны дополнительные. Но наверное в большинстве случаев может быть это и не требуется. И есть прекрасная возможность с помощью микшера регулировать вообще целиком звук громкости оверхедов при помощи вот этого фейдера. Это оверхеды, это комната. Так как все-таки в пресетах уже заранее были установлены данные уровни. И может быть не всегда имеет смысл их менять. Следующий раздел под названием Response. Здесь мы регулируем каким образом параметр велосипед влияет на характеристики звукоизвлечения. При помощи ручки Volume мы регулируем степень воздействия велосипед на громкость тех или иных инструментов. Например сейчас установим разные велосипед для того же малого. И вот допустим сейчас велосипед установлены на одном уровне. Можно сделать по нарастающей, например. Напомню, зажимаем клавишу Ctrl и можно проводить такие прямые линии, чтобы не настраивать каждую велосипед по отдельности. И у нас устанавливается такое вот линейное изменение велосипед. То есть сейчас у нас есть воздействие велосипед на громкость. Если мы ее уберем, то соответственно велосипед на громкость не влияет. В среднем положении велосипед напрямую влияет, прямо пропорционально. И также можно усилить воздействие велосипед на громкость звукоизвлечения, чтобы малые велосипед соответствовали еще более тихому сигналу. И более высокие значения соответственно еще сильнее увеличивали громкость воспроизводимых сэмплов в барабанах. Ну и также есть фильтр, с помощью которого можно увеличивать ослабление верхних частот при малых значениях велосипед. То есть, допустим, если без воздействия фильтра звучит так, если же мы увеличим это значение, сигнал получается более глухой при низких значениях велосипед. Идем дальше. Есть вот такой регулятор, которым мы определяем количество слоев одного и того же удара по малому, по бочке и по всем другим инструментам. То есть, при создании библиотек этих барабанных, для одного и того же удара были записаны звуки по нескольку раз, чтобы создать несколько слоев одного и того же сэмпла и тем самым оживить вообще в целом игру миди-барабанов. То есть, в полном диапазоне у нас используются все слои. Если же мы диапазон уменьшаем, соответственно, и выбор слоев ограничивается. Можно вообще ограничить до одного слоя. Ну и есть также опция No Else, то она обозначает. Например, сделаем velocity одинаковым. Одинаковым. Вот. Несмотря на то, что velocity одна и та же, все равно у нас воспроизводятся разные слои одного и того же сэмпла. Мало звучит естественно. Если же мы нажимаем на No Else, это значит, что у нас воспроизводится один и тот же сэмпл. Звук таким образом становится более... таким электроторонным и неестественным. Дальше идут настройки питча. Ну, настройки питча, я думаю, понятно. То есть, мы просто изменяем высоту, тона инструмента, барабана. Любого. Будь это бочка, либо малый. Диапазон от минус 12 до плюс 12 полутонов. То есть, минус октава и плюс октава. И также можно изменять питч не самого звука барабана, а питч оверхедов и комнаты. То есть, основной звук барабанов остается на одном. На одной высоте тона меняется только высота тона данных микрофонов, комнаты и оверхедов. Не знаю, зачем это может быть нужно. Возможно, для создания каких-то спецэффектов. То же самое для бочки. Далее, у нас идет тон дизайнер. Это может показаться самым непонятным. По крайней мере, мне так показалось. Самым непонятным вообще параметром данного плагина. Здесь вроде бы как заранее заданные частотные отклики разных инструментов. Наверное, больше это актуально для рабочего и бочки. И причем не для всех рабочих еще это есть. Но вот для бочки, например, здесь это есть. То есть, видно, что здесь указан эквалайзер. И вот есть такие вырезы в нижней середине и в верхней середине. И причем воздействие данного эквалайзера происходит в зависимости от установки временных характеристик, которые указаны снизу. И также есть еще pitch envelope. То есть, это огибающие высоты. Эта функция уже более применима к той же бочке, например. То есть, можно создать изменение питча во времени для каждого удара бочки. Сейчас она не применена была, но можно использовать. Попробуем так сделать для рабочего. Выберем рабочий. И также можно применить влияние значения velocity на воздействие данной огибающей при помощи вот этого регулятора. То есть, в нуле у нас velocity никак не влияет. И это огибающие применяется каждому удару. Если же мы меняем, то, соответственно, в зависимости от velocity у нас меняется применение данной огибающей. Уберем влияние громкости. К каждому звуку барабанному можно применить и огибающую кромкость. Активируем я при помощи этого квадрата желтого. И также можно установить влияние velocity на степень воздействия огибающей громкости при помощи вот этого ползунка. И последняя функция это обычный фильтр, который может обрезать как с верхних частот, так и с нижних частот. И причем это влияет не только на сам звук бочки, но и также на сигнал посыла на оверхеды и на комнату. На этом с тонкой настройкой барабанов все. Смотрите сами, насколько вам это может быть полезно. Иной раз может быть и сюда и не соваться вовсе. В следующем видео рассмотрим, какие есть эффекты внутри данного плагина, которые можно использовать для обработки всех барабанов, томов и тарелок внутри Addictive Drums 2. Не забывайте подписываться, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях, может быть я что-то забыл, про что-то забыл рассказать. В этом пока все. Пока!